В моей жизни появился один хороший учитель, это мой племянник. Ему 4 года, и последнее время я с ним провожу достаточно много времени. И вот сегодня была такая ситуация. Я веду его в детский садик, мы идем по улице, дворник подметает дорожки, он к нему подходит и говорит «Здравствуйте». Дворник поворачивается, кивает головой, улыбается, мы идем дальше. Проходим мимо гаражей, там мужчины заводят машины, он подходит к одному «Здравствуйте». Тут такой хмурится, но все-таки отвечает «Здравствуйте». Мы подходим ко второму гаражу, он опять говорит «Здравствуйте». Тут тоже так сначала смотрит, задумывается, а потом все равно здоровается. Мы подходим к третьему гаражу, третий гараж закрыт, Артем говорит «Ну вот, не с кем здороваться». И мы идем дальше. Бежит парень нам навстречу по узкой такой дорожке, и прям вот лоб в лоб с Артемом, он ему говорит «Привет». Тут такой «А!» Сначала растерялся, а потом такой заулыбался, засмеялся, говорит «Привет». И дальше побежал. Я наблюдаю всю эту картину и думаю, почему, собственно говоря, возникает вот это состояние растерянности в нас, когда с нами здоровается, ну, незнакомый для нас человек, вообще, что такое незнакомый человек. Начал я анализировать, что такое слово вообще «Здравствуйте», чтобы понять, почему вот эта растерянность у нас возникает. Если мы возьмем слово «Здравствуйте», то изначально, получается, оно было как пожелание о здоровье. Когда ты встречаешь человека, ты ему говоришь «Здравствуй», «Будь здоров». И здесь какая разница, чужой он, свой, знаешь ты его, не знаешь. Но у нас уже стали складываться некие вот какие-то традиции, стереотипы, что мы здороваемся тогда, когда мы знаем этих людей. Либо мы их знаем по какому-то рабочему сообществу, вместе работаем, либо мы знаем его как соседа по подъезду, например, по району. Или мы с ним вместе учимся, или это наш какой-то родственник. И мы как-то вот в этом вот, во всем уже так закостенели, и мы абсолютно не замечаем того, что можно просто здороваться с людьми, просто желать им здоровья. Смотрите, что происходит, когда мы желаем здоровья. Желая здоровья, мы, направляя посыл здоровья другому, активируем здоровье в себе. Направляя свой посыл, мы включаем некий позитивный такой посыл, и отправляем позитив этому человеку. Соответственно, и в нас включается позитив. Что получается? Это еще одна тропинка к тому, чтобы найти в себе вот это состояние, которое мы называем состоянием счастья. Почему я так говорю? Потому что, когда я отвел племянников в детский сад, я шел обратно, и я решил себе. А дай-ка я тоже, как и он, начну со всеми здороваться. И вот пока я шел от детского садика до дома, все люди, которые встречались мне на пути, они получали от меня навстречу улыбку, позитивный посыл и пожелание здоровья. Я говорил, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Кто-то терялся, кто-то сразу улыбался, но практически все поздоровались со мной. И пока я шел до дому, я прям чувствовал, как возникает вот между мной и другими людьми сначала некий контакт, а потом прям перетекание. И мы, обмениваясь приветствиями, усиливаем друг друга в своем вот этом позитивном посыле, в радостном настроении. В общем, пока я дошел до дому, я был в сотню раз уже счастливее того себя, который вышел из детского сада. Предлагаю вам поэкспериментировать в своей жизни и тоже начать здороваться. Может быть, вы не знаете, кто живет с вами вместе в подъезде, начните здороваться с ними. Если вы здороваетесь в подъезде, начните здороваться у подъезда, на улице, в магазине. Поэкспериментируйте. Я вам честно говорю, это был классный опыт.